Доброе утро всем! Кому-то добрый день, кому-то добрый вечер, а кому-то доброй ночи. Время 9 часов. Я иду в кинотеатр, как я и говорил. Вчера я не пошел. Иду сегодня. Ночью был сильный такой минус. Минус 20, а то и больше где-то показывал. Не знаю, как там на улице. Вот, с утра видно, что машины такие все выни. Сейчас посмотрим на улицу. Надо одеться потеплее. Надеть карпишом. Ну что, ребята, погода у нас сегодня холодная. Ну, я не скажу, что прям совсем холодная. Но такой ветер северный присутствует. Днем уже обещают потеплее. Завтра будет уже минус 8, а послезавтра обещают уже даже плюс 1. Вот так. Представляете, какие перепады погоды. В общем, сегодня я проснулся рано. Я плохо спал. У меня вчера к вечеру стали болеть шейные связки. У меня бывает такое иногда. И это такое ощущение, когда ты не можешь лежать ни на спине, ни на боку никак. Поэтому я вчера, ну, вернее, уже даже сегодня я спал сидя. То есть я уже сидя, лишь бы хоть как-то уснуть, чтобы хоть как-то немножко так, знаете, покемарить. И потом уже после того, как я засыпаю, да, и уже как матрешка на бок так валюсь. Вот. Сегодня здесь уже сейчас убирается дорога. Уже с утра трактор был. Сейчас, наверное, будут машинки отсюда убирать, чистить. Вот то, что чистится снег в карманах, это вот не спорю. Раньше редко, когда это было зимой. А сейчас вот это все реально чистится. Так что вот, иду сейчас смотреть бабушку легкого поведения. Сегодня с утра рано встал. Посмотрел эфир тети Любы. Вчера у Аллочки был день рождения. Вот. Аллочка предлагает ей ехать в веревочный парк. Это у нас здесь в Питере. Ну, под Питером. Вот. Не знаю, она согласится или нет. Вот. Она хотела как раз посетить Питер. Я думаю, что если она сюда приедет, вот, то мы, наверное, обязательно встретимся. Вот. Как два блогера, потому что в Москву, я не знаю, когда мне получится в Москву приехать. Вот. А если я приезжаю в Москву, значит, я приезжаю на один день. Вот. Поэтому, если тетя Люба приедет к нам в Питер, это будет очень здорово. У нас когда-то с ней был разговор, что если я приеду в Москву, мы сходим в ее знаменитую Пончикову. Вот. А если она приедет к нам в Питер, то я отведу ее в Пышечную. Вот. В нашу знаменитую. У них Пончикову. У нас Пышечная. Так что вот так. Ладно. Сейчас отправляюсь уже в торговый центр. Уже замерзла рука. Снимать. Вот. Посмотрим, сколько народу. Ну, я бронировал билет. Я бронировал через интернет. Было занято только, по-моему, три места. То есть, я думаю, что зал должен быть свободным. До сих пор еще неприятный вкус. Утром пил кофе. Купили кофе МакКона. Ребят, не покупайте. Гадость редкостная. Вот. Капсулы уже кончились. Остались только капсулы черного кофе. Я крепкий кофе не люблю. Вот. Решил сегодня попробовать МакКону. У нас еще есть кофе Бушидо. Или Бушидо. Не знаю, как правильно. Вот тот кофе лучше. А вот МакКону гадость редкостная. Так что вот так. Ладно. Все. А я отправляюсь в кинотеатр. В общем, не знаю, каким образом. Но получилось, что заказал я себе четвертый ряд. Одиннадцатое место. Хотя, в принципе, вчера заказывал, по-моему, чуть ли не восьмой ли ряд. Или даже девятый. Видимо, короче, программа, походу, напутала. Поэтому, ну, мест сегодня много свободных. Поэтому буду сидеть где-нибудь посередине. Потому что четвертый ряд слишком близко. Сейчас уже через три минуты начнется. Это время 12 часов. Фильм кончился. Мне очень понравилось. Вот. Всем рекомендую. Кто смотрел первую часть «Бабушки. Легкого поведения», сходите на вторую. Не пожалеете. Ребят, как-то странно. Стоит сотрудник в бронежилете, в каске. А рядом с ним какие-то две коробки. Ну, правда, ничего не огорожено. Странно. Как будто их откуда-то вынесли. И побежал в связной. Странно. Может быть, очередной ложный звонок о заминировании. Я не знаю. В общем, ребят, фильм классный. Вот. Несмотря на то, что мне говорили «Не ходи, не ходи, это фигня». Нет. Но я первую часть смотрел. Мне понравилось. Поэтому вторая часть... Даже мне вторая часть понравилась больше, чем первая. Такой веселый фильм. Там еще снимается Марина Федункиф. Она реально придает этому фильму какой-то вот такой... Такую еще более комедийность. Вот. Нагиев там еще играет. Ну, он как-то так... У него в этот раз такая... Не очень такая роль. Он обычно... Нагиев все время шутки такие. А здесь он такой более-менее серьезный. Ну, в общем, короче, рассказывать суть не буду. Кто захочет, сами спойте, посмотрите. На улице стало заметно теплее. Вот. Начинает уже погода немножко так повышаться. Так что вот сейчас иду домой пообедать. А потом я пойду заниматься машиной. Вот. Что там, как там смотреть, почему она греется. Смотреть предохранители и так далее. Если во дворе будет свободное место, попробуй завести маленькую и перегнать. Пока там крысы окончательно все не поели. Так что вот так. Слушайте, ребята, это кошмар какой-то. Меня сейчас соседка вывела просто из себя с соседнего подъезда. Увидели меня, вспомнили, что я председатель. И говорят, ну что, как у нас дела продвигаются? Я говорю, да вы знаете, никак. Я говорю, большинство людей... Ну, не большинство, а... Мы не насобираем, короче, подписи. Ну, люди не хотят. И правильно, что не хотят. И правильно, что не хотят. Вы что, сдурели? Вы собираетесь идти в ЖЭК? А вы помните, как мы жили при ЖЭКе? У нас была грязище, ничего не убрано. А сейчас моют, убирают. Я такой говорю, господи, вы где это видели-то? У нас, говорит, лестничную клетку моют каждый день. Видно, что брешут. И квитанции у нас самые маленькие, у нас самая низкая зарплата, коммунальная. В общем, так меня вывели из себя. Я говорю, давайте мы больше с вами просто не будем вести диалог и просто разойдемся. Я уже не могу. Вот такие у нас жильцы. В общем, вот такой френч-пресс, который был куплен в домовом. В общем, у нас был чай. Рассыпной такой. Вот мы сейчас его туда засыпали, залили кипятком. Несколько раз вот так поделали. Нужно потом, я так помню, что где-то около пяти минут выждать, оно постоит, потом еще раз. И потом можно пить. Единственное, что здесь ситечка нет, надо, чтобы... Ну, кто-то не любит с чаинками. Ситечка надо наливать. И потом сверху кипятком... Ну, может, осядет, да, не знаю. Ну, вот так. Вот. А еще можно использовать как капучинатор. Туда заливать молоко, тоже вот так поделать. Пена будет и в кофе сверху заливать. Сейчас в нашу общую беседку выложили фотографию. Ходит по домам какой-то мужчина с доверием и бросает листовки. В общем, доверие замутило 8 февраля провести собрание. Будут подписываться какие-то документы. В общем, половина из того, что они предложили, это уже липа. Поэтому сейчас будем решать, что с этим делать. И, соответственно, на собрание все равно идти нужно. Какой-то нам готовят подляну. Очередную. В общем, ребята, суть собрания такова, что... Они хотят утвердить, значит, председателя и секретаря. Хотя уже они есть. Мы уже есть. Зачем? Непонятно. Потом они хотят заключить с нами договора. Когда эти договора должны быть заключены уже давно. Плюс они еще хотят с нами заключить договор на право решения всех проблем за нас. То есть передача имущества общедомового иным лицам. Знаете, что они подразумевают под этим? То есть они в любой момент могут, грубо говоря, дать помещение там под магазин. Ну, грубо говоря. И все. То есть они от нашего имени будут распоряжаться всем нашим общедомовым имуществом. Вот. Это не есть хорошо. Это не то, что даже не есть хорошо. Это просто, я не знаю. Ни в коем случае нельзя это, в общем, подписывать. В общем, я всем уже, кто в интернете, я всем написал, чтобы ни в коем случае ничего не подписывали. Ну, в общем, там голосование планируется в такой же форме, как у нас. Запротив воздержался. Поэтому нужно ставить галочки против. И, конечно, желательно до этого времени дособирать бы 51%. Чтобы прийти уже сразу с протоколами и сказать, ребята, извините, но мы от вас отказываемся. Но мы, наверное, протокол не соберем. Потому что вот первая парадная нас подставила. Ладно, мы подумаем, может быть, что-нибудь еще и придумаем. Но в любом случае, что-то надо, к этому нужно подготовиться. В общем, выяснил я причину, наверное, скорее всего, почему греется двигатель. У нас по каким-то непонятным причинам замерз тасол. Хотя он, в принципе, не должен замерзать. В общем, в бачке тасол просто весь во льду. Сейчас нужно его оттаять как-то. Я не знаю, наверное, горячей водой полить. Вот, чтобы циркуляция тасола пошла. Вот, и поэтому не срабатывает вентилятор. Потому что он не видит, что мотор холодный, вернее, горячий. И он и не срабатывает. Так что вот так. Сейчас пойду возьму горячую воду, буду отмораживать. Провозился я с этими аккумуляторами. В общем, маленькую машинку я завел. Она прогрелась. Единственное, что места нет свободного. Поэтому пришлось оставить на том же месте. А с большой машиной, не знаю, будем разбираться, почему там тасол замерз. Сейчас в беседке написала соседка, секретарь, с того дома, что к ним приехало телевидение и что-то снимает в подъезде. Я хочу дойти, посмотреть, кто это такие и что это вообще такое. Или, может, она вообще перепутала. Вот. И надо собираться. Я сейчас посчитал от нашего дома 60 подписей только. Это еще надо минимум 40 квартир. Прости. В общем, еще как минимум надо 60. 60, это значит, как минимум надо... Как минимум надо... Сколько еще? Ну, минимум 40. Но мы не насобираем. Так что вот так. Мы не насобираем. Был бы очень хороший аргумент принести сразу готовый протокол, что мы от них отказываемся. И все. Но у нас, к сожалению, не получится. Ладно, сейчас дойду, посмотрю, что там. В общем, не знаю, кто это такие. Три молодых парня. Какая-то фотокамера у них. Что-то ходили, фотографировались, снимали. Но кто они, так и не сознались. Не знаю, кто это были. Ну, не знаю. Явно это не из телевидения. Может быть, управляющая компания подослала. Может, еще что. Не знаю. Ладно. Пойду сейчас заберу в машине банку. Осталась банка с водой. Ночью лопнет. Надо забрать. На улице стало почему-то опять холодно. Очень стало холодно. Несмотря на то, что градусы повысились уже где-то около 12. А стало как-то холоднее. На улице уже наступил вечер. Я в свитере, не удивляйтесь. У нас в квартире очень холодно. Во всяком случае, в моей комнате. Очень холодно, потому что батарея так и еле теплая. Но сейчас, правда, уже на улице стало немножко потеплее. Уже минус 12. Завтра обещают вообще минус 8. А послезавтра ноль. Но ноль будет один день. Потом будет опять минус 3. Там минус 5. Но таких сильных уже морозов не будет. Вот. Сейчас покажу. То, что нам принесли сегодня с доверием. В общем, здесь будут избирать председателей и секретаря. Хотя я не понимаю, зачем. Секретарь и председатель уже есть. Значит, будет у них отчет за 2018 год. Потом они нам будут покажут отчет, что они якобы будут делать в 2019 году. Единственное, знаете, какой пункт мне не понравился? А мне не понравился пункт принятия решения о наделении управляющей компанией доверия полномочиями заключать от имени и в интересах собственников помещений договора о передаче в пользование общего имущества МКД иным лицам. Многоквартирного дома. МКД это многоквартирный дом. Иным лицам. То есть, они общее домовое имущество могут кому угодно. То есть, если, например, в нашем доме захотят построить, грубо говоря, магазин открыть, да? То есть, например, на первом этаже кто-то съедет, и они решат на этом месте магазин построить у нас, они уже не спросят. То есть, мы даем на это согласие автоматическое. Поэтому всех буду призывать, чтобы никто ничего не подписывал. Все ставили галочки против. Не дай бог, потому что иначе это превратится вообще в кабалу. Ну, на собрание я иду, поэтому в любом случае будет разговор. Вот, на собрание у нас, оказывается, мы идем 7-го числа, соседний дом идет 8-го. Ну, не знаю, посмотрим, как может все соберемся. Мы единственное, что планируем до вот этого 7-го февраля еще подсобирать подписи. Сколько еще там насобирать. И попробовать немножко так, знаете, смухлевать и сказать им, что подписи уже практически собраны. И не сегодня-завтра мы им положим протокол на стол об смене управляющей компании. Потому что, ну, оставаться с ними это невозможно. Вот, пожалуйста, вот уже какой день, еле теплая батарея. На лестничной клетке стекло выбито. До сих пор уже три раза давали заявку, и не только мы. А в Осене не там, поэтому не знаю. Вот сегодня я говорю, что с соседкой поругался с соседнего подъезда. Просто я не знаю, откуда они берут эту информацию, что у них тут каждый день подъезды моют, и у них все хорошо, и коммунальная у них маленькая. И, в общем, ну, это странные люди. Я таких людей всегда говорю, я считаю, таких людей со странностями. Потому что адекватный человек такого явно не скажет. Вот. При том, что она говорит, что ЖЭК был прямо ужасная компания. А вот наша управляющая компания доверия, они прямо такие прекрасные. Не знаю, у меня ЖЭК был, никаких претензий. Ну, были, конечно, какие-то претензии по поводу там. Может быть, не сразу приходили по заявкам и так далее. Ну, это хотя бы государственное предприятие, на которое можно было повлиять. Так что не знаю. Вот. Значит, по поводу машины. Буду ждать, пока будет ноль. Посмотрю, чтобы весь тасол оттаял. Потом просто куплю баночку свежего тасола. Ну, литровую. Попробую залить. Посмотрим, что будет. Будет ли так же греться, не будет, не знаю. Вот. Мне нужно дойти до такого состояния, чтобы вентилятор начал работать. То есть, пока вентилятор охлаждения работать не будет, мотор будет греться. В общем, везде свои заморочки. Я говорю, вот, чучмики, извините меня за выражение, но... Как по-другому их еще назвать? Ну, вот. Они ездят на старых таких, знаете, газелях. Вот прям зачуханных, вот, в хлам. У них все работает. У нас же, вот, следишь за машиной, вот, стараешься как-то ухаживать за ней. И все равно какая-то ерунда вырисовывается. Не знаю. Хотя, всегда говорят, за машиной надо следить. Ну, вот, следишь. А что толку? Постоянно что-нибудь ломается. А наоборот, те, кто не следит за машиной, у них все исправно работает. В общем, не знаю, как это работает. Но, вот так. Извиняюсь заранее, что я назвал людей так, как я назвал. Ну, не знаю. Может быть, конечно, это неправильно. Но у нас уже их такое огромное количество, что, если честно, я уже не знаю, как их по-другому назвать. Ну, вы знаете, если бы вы знали, как они нас называют. У меня был опыт. Мой знакомый работал с одним из таких товарищей. И он рассказывал, как они здесь живя нас называют. Вот. И планирует вообще полностью здесь захватить всю территорию. Они вот в новых домах скупают квартиры, рожают детей. Да и мне лично был, у меня как-то как раз конфликт. Мне сказали, что скоро мы здесь вообще, только мы здесь будем жить. Ну, не знаю, если новый губернатор возьмется за то, чтобы сделать визовый въезд. Или хотя бы там, чтобы у каждого была регистрация. Потому что это невозможно. У нас вот, к примеру, в соседнем доме из первого подъезда сдали квартиру. Там человек 40 живет в одной только квартире вот этих приезжих гастарбайтеров. Ну, извините. Это же ненормально, правильно? Поэтому, ну да ладно. Нет, просто есть такие люди, вот, причем русские люди, которые как не стыдно, почему вы их так называете. Это оскорбление людей. Ну, ребята, ну если бы их здесь было там 5% из 100, а извините, когда их 55%, а то и больше. Ну, извините, как их еще назвать, когда они везде. Если я, например, рано утром выхожу из подъезда, да, их там просто толпами идет. И вот этот их разговор, такое впечатление, что я не в Петербурге живу, а, извините, в какой-то там вауле в каком-то. Ну, мне это неприятно, например. Я хочу жить среди русских людей в первую очередь. Ладно, не будем застрять на этом внимании, потому что об этом можно долго говорить. Вот, а на сегодня это все. Я сегодняшний свой влог заканчиваю. Вам желаю всего самого хорошего и спокойной ночи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok